Здравствуйте дорогие друзья, сегодня мы хотим рассказать вам об известных людях, которые к сожалению умерли от коронавируса в период, с начала пандемии по сегодняшний день. 20 апреля 2020 года, на 60-м году жизни умер российский кинорежиссер, сценарист и актер Иван Щеголев. Иван скончался от осложнений, которые развились у него на фоне заражения коронавирусом. Врачи пытались спасти артиста, однако его организм не справился с недугом. С 1999 года Иван Александрович являлся одним из самых востребованных режиссеров сериального производства. Его фильмография включает много кинокартины сериалов, среди которых Кулагин и партнеры, почти семейный детектив, Морозова и другие. 29 мая 2020 года, на 80-м году жизни от коронавируса умер, советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР, народный артист Российской Федерации Юльен Балмусов. С 1962 года и до конца своих дней Юльен выступал на сцене российского академического молодежного театра. В кино он известен по таким фильмам, как «Мой папа капитан», «Герой нашего времени», «Сердце храбреца», «Спас под березами», «Очарование зла». 9 июня 2020 года, на 79-м году жизни умер советский и российский писатель-сатирик, сценарист и телеведущий Анатолий Трушкин. Анатолия Трушкина доставили в больницу с диагнозом коронавирус в конце мая. По данным, которые предоставили врачи, у писателя было затруднено дыхание и держалась высокая температура. К сожалению, предпринятые врачами меры так ему и не помогли. 19 сентября 2020 года, на 72-м году жизни умер советский и российский режиссер, телеведущий, актер, театральный педагог, игрок КВН, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, Михаил Борисов. Бессменный ведущий телелотереи «Русское лото», Михаил Борисов подхватил инфекцию во время рабочей поездки. Причем он не сразу понял, что болен. Диагноз Борисову поставили только после того, как ему стало плохо прямо на съемочной площадке. Артиста экстренно госпитализировали в одну из столичных больниц. Медики сразу же провели все необходимые анализы, которые показали неутешительный результат, легкие Борисова были поражены на 75%. Уже в больнице состояние Михаила резко ухудшилось, и врачам пришлось ввести его в медикаментозную кому и подключить КВЛ, но сердце телеведущего не выдержало. 15 октября 2020 года, на 68 году жизни от коронавируса умерла актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации Марина Анечкова. Она известна по таким советским фильмам как «Только вдвоем, на чужом празднике, ночь председателя». В 2000 году она создала театрально-концертное агентство «Анечков мост». 17 ноября 2020 года, на 85 году жизни умер советский, украинский и российский театральный режиссер и педагог, основатель и художественный руководитель театра Романа Виктюка, народный артист Украины, народный артист Российской Федерации, Роман Виктюк. 27 октября, Роман Виктюк попал в больницу с диагнозом коронавирус. Ходили слухи, что режиссер находится в очень тяжелом состоянии. В ноябре появилась информация, что состояние Виктюка ухудшилось, и его перевели в военный госпиталь. Медикам спасти режиссера не удалось. Официально Роман Григорьевич скончался от тромбоэмболии. 23 ноября 2020 года, на 72 году жизни умер российский актер театра, кино и телевидения Сергей Коноплев. Актер две недели пролежал в Тверской больнице с диагнозом коронавирус. Находился в тяжелом состоянии в реанимации. Врачи ничего не смогли сделать. Сергей был известен по таким сериалам, как «Дети Арбата», «Медвежий угол», «Крутые берега» и «Кодетство». 2 декабря 2020 года, на 72 году жизни умер советский и российский актер театра и кино, театральный педагог, артист дубляжа, народный артист Российской Федерации, Борис Плотников. Звезда советского кинематографа в конце осени заразился коронавирусом. Артиста в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. За несколько дней до смерти состояние актера ухудшилось, и врачи решили подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи делали все возможное, чтобы спасти Бориса Григорьевича, однако им это не удалось. В кино Борис Плотников дебютировал в 1976 году в фильме «Восхождение», принесшем ему всесоюзную известность. Также он был известен по роли «Доктора Барменталя» в фильме «Собачье сердце». 9 декабря 2020 года, на 69 году жизни умер советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации Александр Самойлов. В начале ноября у артиста появились первые симптомы коронавируса. Вскоре после этого его госпитализировали. Уже в больнице у Самойлова обнаружили пневмонию. 13 ноября его перевели в реанимацию. Врачи до самого конца боролись за жизнь Александра Владимировича, однако все их усилия оказались напрасными. Самойлов снялся более чем в 40 фильмах и сериалах. Он был востребован в социальной драме, играл военнослужащих, следователей и воров, а также ученых и простых работяг. Наиболее известные проекты, в которых он участвовал, сериалы, «Две судьбы», «След» и «Глухая». 13 декабря 2020 года, на 77 году жизни умер советский и российский актер, телеведущий, народный артист России, Евгений Хорошевцев. Хорошевцев подхватил коронавирус еще в ноябре. На фоне заражения коронавирусом у артиста началась вирусная пневмония. Кроме того, Евгений Александрович страдал от многих других заболеваний. Однако причиной смерти Хорошевцева в итоге стала сердечная недостаточность. С 2000 по 2020 год Евгений был диктором протокольных мероприятий президента Российской Федерации, а с 2007 по 2020 год – диктором парадов победы на Красной площади. 2 января 2021 года, на 81 году жизни умер советский и российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации, Владимир Коренев. Причиной смерти стал коронавирус. Известно, что артист последние дни находился в крайне тяжелом состоянии. Врачи долго боролись за его жизнь, но все тщетно. Владимир сыграл во многих фильмах и сериалах, но больше всего запомнился зрителям по роли в фильме «Человек-амфибия». 14 января 2021 года, на 72 году жизни умер советский и российский кинорежиссер и сценарист, организатор кинопроизводства, художественный руководитель детского киножурнала «Ера Лаш», заслуженный деятель искусств РФ, лауреат премии правительства РФ Борис Грачевский. Борис попал в больницу с коронавирусом канун Нового года. Об этом артист сообщил в своем блоге. Правда он был уверен, что справится с заболеванием и скоро вернется к привычному образу жизни. Но в первых числах января состояние Бориса ухудшилось и его перевели в реанимацию. Поражение легких составило 75%. Артиста подключили к ИВЛ. Врачи боролись за жизнь Грачевского, но спасти его не удалось. 27 января 2021 года, на 69 году жизни умер, советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР Юрий Лахин. В конце 2020 года артист переболел коронавирусной инфекцией. Однако, не успев оправиться от недуга, Лахин за несколько дней до Нового года угодил в больницу. В медицинском учреждении он пробыл месяц, но врачи сделать ничего не смогли. Артиста умер от осложнений, которые вызвал ковид. Многие поклонники знают Юрия по таким фильмам и сериалам, как «Молодежка», «Обручальное кольцо», «Исаев», «Хоровод», «Вечный зов», «Ликвидация». 28 января 2021 года, на 88 году жизни умер советский и российский актер театра и кино, общественный деятель, театральный педагог, Василий Лановой. 2 января 2021 года актер был госпитализирован с пневмонией, 28 января Лановому стало хуже, его перевели в реанимацию из-за возникших осложнений и подключили к аппарату ИВЛ. Актер пережил клиническую смерть, однако спасти его не удалось. Василий прославился на всю страну в 1971 году, когда сыграл в фильме «Офицеры». После этой военной драмы он стал востребован в кинематографе и сумел перевоплотиться в ярких и запоминающихся персонажей. На счету Ланового более 80 работ. 30 июня 2021 года, на 61 году жизни от коронавируса умерла российская актриса, Наталья Смирнова. Наталья сыграла в кино несколько десятков ролей. Среди наиболее известных работ Смирновой, сериалы «Счастливы вместе», Маргоша, Склифосовский и другие. 5 июля 2021 года, на 82 году жизни умер советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, телеведущий, народный артист РСФСР, лауреат премии Американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». За фильм «Москва слезам не верит» Владимир Меньшов. Владимир заразился коронавирусом 26 июня. Последние дни находился в больнице номер 15 имени Филатова. Состояние Владимира оценивалось как критическое, он уже был подключен к ИВЛ. К сожалению, спасти артиста не удалось. Владимир Меньшов получил народную любовь в 1979 году благодаря фильму «Москва слезам не верит», где он выступил режиссером. Также Меньшов был не менее талантливым актером. За всю свою жизнь он сыграл в более чем 100 картинах. 19 июля 2021 года, на 40-м году жизни умер российский актер Артем Анчуков. Причиной смерти стал коронавирус. Почувствовав недомогание, актер неделю лечился собственными усилиями, однако, когда состояние стало ухудшаться, то все же обратился за помощью к медикам. Попав в больницу, у актера было 87% поражения легких. К сожалению, спасти его врачам не удалось. Артем Анчуков был наиболее известен по своим ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Молодежка», «Мажор». 16 ноября 2021 года, на 42-м году жизни, умерла участница программы «Танцы со звездами», «Танцовщица» и телеведущая, Кристина Осмоловская. Осмоловская скончалась от цирроза печени, заболевания, часто возникающего при злоупотреблении алкогольными напитками. Ковид, которым она незадолго до смерти переболела, обострил хроническую болезнь и усугубил состояние Кристины. 20 ноября 2021 года, на 68-м году жизни, умер советский и российский актер, театральный педагог, народный артист Российской Федерации, Валерий Гаркалин. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Актер больше месяца боролся с этим недугом, но выжить не удалось. Валерий Гаркалин попал в больницу в крайне тяжелом состоянии 2 октября, легкие сначала были поражены на 25%, а позже — на 85. С каждым днем артист чувствовал себя все хуже и хуже. Позже было принято решение о введении Валерия в медикаментозную кому. Также актера подключили к ИВЛ. Медики не смогли помочь Гаркалину, так как было уже слишком поздно. На счету актера — роли в более чем 90 фильмах и сериалах. Гаркалин прославился на всю страну в 1995 году, когда исполнил главную роль в фильме Владимира Меньшова, Ширли Мэрли. 21 ноября 2021 года, на 76 году жизни умерла советская и российская актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации, Нина Русланова. Актриса некоторое время лечилась самостоятельно и не обращалась за помощью к медикам. Однако с каждым днем ей становилось все хуже, поэтому вскоре она попала в больницу. Актриса поступила в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. В больнице у Руслановой выявили коронавирус и мерцательную аритмию. Но как бы врачи не пытались, спасти актрису не удалось. Она скончалась от продолжительной болезни на фоне коронавирусной инфекции. Актриса стала известна после своей первой же роли, в фильме Киры Муратовой «Короткие встречи». На счету Нины Руслановой более 150 ролей в фильмах и сериалах. 28 ноября 2021 года, на 73-м году жизни умер советский и российский певец, автор песен, поэт, композитор, тренер в шоу «Голос», художественный руководитель театра «Градский холл», народный артист России Александр «Градский». Еще в начале осени в прессе появилась информация, что «Градский» заразился коронавирусной инфекцией. СМИ писали, что музыкант попал в больницу, но смог справиться с недугом. Сам Александр Борисович и его представители опровергали информацию о заражении коронавирусом. Состояние артиста ухудшилось после выписки из лечебного учреждения, у него обострились хронические заболевания. Родственники «Градского» настаивали на реабилитации и отдыхе от работы. Руководство Первого канала также советовало Александру Борисовичу отстраниться от съемок в шоу «Голос» и восстановить пошатнувшееся здоровье. Композитор счел подобные предложения оскорбительными и продолжил присутствовать в студии до последнего. Известно, что в последний раз «Градский» был на съемках «Голоса» 17 ноября. Артиста доставили в павильон на носилках. Представители телеканала организовали медицинскую транспортировку, в студии дежурили врачи, возле наставника стоял вентилятор, а самого «Градского» специально фиксировали в кресле ремнями. Еще тогда зрители заметили, что легендарный «Композитор» плохо выглядит, артист постоянно склонял голову, читал имена участников с листа и говорил невнятно. Через несколько дней музыканта госпитализировали с подозрением на инсульт. Композитор был помещен в отделение реанимации. Врачи до последнего боролись за жизнь Александра Борисовича, но, к сожалению, спасти его не удалось. Смерть наступила в результате инфаркта головного мозга. 14 января 2022 года, на 78 году жизни умерла вдова Андрея Мехкова, актриса, народная артистка России Анастасия Вознесенская. Причиной смерти стал коронавирус. Широкую популярность ей принесла главная женская роль в фильме «Майор Вихрь». Она также известна по таким картинам, как «Вокзал для двоих», авария дочь мента и гараж. 16 января 2022 года, на 44 году жизни умер советский и российский актер Иван Рудаков. Иван перенес коронавирус летом 2021 года, после чего у него появились проблемы с сердцем и легкими. 15 января актер был госпитализирован в 57-ю московскую больницу без сознания и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Днем позже артиста не стало. На счету Ивана Рудакова более 30 ролей, среди которых, работы в сериалах «Кухня», «Склифосовский», «Медиум», «Самая красивая 2». Спасибо за просмотр, если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал.